Всем привет, ребят! Новый день, четвёртый день, неделя влогов. Почему я такая кошечка, спросите вы? Да потому что я встала и сейчас сижу, крашусь. Часа два назад приехал Слава с дачи, а сейчас он уже уходит. Ай-ай, какой вообще! Ну, не знаю. А, никуда ты не поедешь такой красивый. Так вот, сейчас провожу Славу, а потом вернусь к вам, болтать, как обычно. Ай, надушился, ай, надушился, куда собрался? Да надо. Ну ладно, расскажи, куда ждёшься. Вроде кошек нет дома, а почему-то волосы везде. Ты забыл! Я кошка! Ой, у меня линька началась. Ну ладно, скажи честно, ты через сколько верёшься? Да, через час-полтора-два. Ладно, буду скучать. Ехать. Ну давай. Я просто в шоках конкретных рыбак, мои хорошие. Я до сих пор не понимаю. Славу позвали на какое-то мероприятие. Я не хочу произносить слух, потому что пошли нафиг, какого чёрта меня не позвали. А сейчас он мне пишет, блин, тут так много классных мест, где можно пофоткаться. Я говорю, пошёл ты, вонючка. Короче, пипец. Я сижу за компом, смотрю ваши комментарии, просто пипец, так приятно вообще. Столько приятных комментов. Постоянно обновляю страничку. Комментарии ставлю, которые новые, чтобы смотреть, что пишут новенькое. Девке не буду ставить лайк. Она пишет, о чём можно снимать 30 минут. А ещё так приятно, люди некоторые пишут, ну не все комменты об этом, но типа, блин, классная у тебя песня, когда она выйдет туда-сюда. Так приятно, кто-то написал то, что песня грустная, поэтому давай-ка её реально осенью выпускай, будет классно. Мне вообще-то нужно сделать одно важное дело, а конкретно вырезать все самые классные моменты из влога, соединить в один и, ну, на минуту где-то загрузить в истории в Инстаграм, поставить в ленту тоже, чтобы те, кто не смотрели мой влог, через Инстаграм увидели, что он классный и побежали его смотреть. И сейчас я буду этим заниматься, сейчас уже дофига часов, 4. Я очень хочу пофоткаться сегодня, потому что у меня много классной одежды, которую мне нужно отфоткать, сами понимаете. Но погода отстойная, и я уже даже подумываю о том, чтобы пойти в студию фоткаться. Я думаю о том, чтобы снять всё-таки в студию, ну, взять в аренду зал какой-нибудь красивый, и не только там пофоткаться, но и снять на видео все мои новые вещи, луки. Переодеваться туда-сюда, да, это займёт много времени, бла-бла-бла, но зато потом у меня будет красивое видео, где я показываю вещи на себе. То есть я буду снимать себя дома на каком-нибудь фоне, может быть розовом, потому что мне не нравится снимать постоянно на одном и том же у себя дома. Ну, типа мне приедается, не знаю, как вам, но мне не нравится. И я думаю, что я буду снимать на розовом фоне, рассказывать про вещи, а в этот момент как раз я буду красивой в студии в этой одежде. Так что вот думаю, но не знаю, когда это лучше сделать. В воскресенье это делать отстойно, потому что студии дороже в воскресенье, мест нету, все залы заняты, мне нужен естественный свет, уже 4 часа дня. Гипотетически я могла бы сегодня успеть, но зачем мне делать это сегодня? В воскресенье, когда нет пробок, можно поехать, в принципе, в центр реально пофоткаться, погулять. Но опять же-таки вонючая погода, интересно, сколько градусов? Надо у Славы спросить, какая погода. Зая, скажи, пожалуйста, а на улице холодно или как вообще? Просто я думаю, что делать? Ну, ехать куда-нибудь в центр, например, гулять, фоткаться с Надей. Так приятно смотреть, как просмотры набираются вообще. Это еще больше меня мотивирует, вдохновляет. Делевлогов рулят. Итак, Слава мне ответил. Что же он мне ответил про погоду? Зая, у меня тут музыка играет, поэтому мне тяжело говорить. Но погода не очень, ветер, блин, гребаный. Но вышло солнышко и стало теплее. Вот тут люди в пальто ходят, в кожанках ходят. Но надеюсь, тебе моя помощь, в общем, зашла. Говорит, ты можешь приехать на хлеб-завод. Как раз там сейчас эта вечеринка проходит. Ммм, хлеб-завод. Скорее надо зайти в губль. Хлеб-завод. А, кстати, я сделала видос, надо его сохранить. Я туда вставила самые смешные моменты, самые мои любимые моменты из видео. У меня всегда из каждого видео есть любимые моменты, которые я сама пересматриваю. Иногда я даже показываю Славу и говорю, ха-ха-ха, ты посмотри, как смешно я здесь сказала, ты посмотри. А, я сейчас сегодня ничего не ела. Зато я сегодня делала зарядку, представляете? Короче, вчера я так поздно легла спать, что пипец. Но я записала такую смешную историю. Мне все сейчас пишут, ха-ха-ха, так смешно, ты такая смешная и все такое. Песня ты не скажешь, до свидания. Песня не прощается с тобой. А, сегодня, по-хорошему, нужно сходить в магазин. У Вивены скоро закончится корм, купить пеленки, купить домой хлеба. Потому что его тоже нет. И я даже не могу сделать себе омлет, потому что без хлеба я его не ем. Короче, нужно привезти себя в порядок, тепло одеться, потому что дома я сидеть не намерена. А еще Слава с дачи привез овощи, фрукты, которые бабушка с дедушкой передали. Я так понимаю, просто конец сезона. И мои родные тоже мне всякого передают. Так что теперь у нас полный холодильник. Овощей, фруктов, что по кайфу с огорода. Это какое-то чудовище. Все, это 1,9. Я уже в машине собралась. Накрасли нас. Сейчас я вот эти вот делаю сторисы, типа смотрите мои новые видео туда-сюда. Сейчас поеду за Надей, потом мы поедем за Славой на этот хлеб-завод, где он находится. Но прежде чем поедем за Славой, мы заедем в Макдональдс, наверное, потому что я еще сегодня ничего не ела. Ай, надеюсь, что вы будете смотреть все мои влоги. Карина улетела в Лондон. Лондон, гуна, бай. В общем, приехала за Надей, сейчас жду, когда она спустится. И почему-то какого-то черта у меня не загружается видос в Инстаграм. Знаете что, в последнее время как-то я не сильно стала фанатом братьев Кроваевых. Точнее, бутер индейки и яйцо. Я просто была помешана на бутере индейки и яйцо. Меня срывало крышу от этого бутера. Я его ела просто вот так вот. Так долго Надя выходит, что просто я ее сейчас съем. Уже второй влог подряд. Надя провоцирует меня на то, чтобы я ее съела. Ну, когда уже выйдет Надя? Короче, эта вонючая подружка только что вышла из своего подъезда с другими своими подружками. Причем с нашими одноклассницами. Но я же пришла к тебе. Ладно, я тебя ждала. Долго. Ну, ладно. Ты мне написала прощание? Да, да, да. Да, конечно. Я тут стою уже 10 минут. Я просто тебе решила написать и напомнить. Эй, здесь твоя подружка. Я просто замазывала прощи. Понимаю, понимаю. Тогда простительно. Я тебя везу в ресторан, моя хорошая. Да? Однак. Зажжем свечу. Откроем. Как вчера. Залезем в какую-нибудь сырную дырку. Ну, да. Короче, мне так нравится песня. Кто поет там скриптонит? Скриптонит, Тифест и 104. А как называется она? 3 на 3. Так это называется? Отлично. Мне так нравится эта песня, пипец. 3 на 3. 3 на 3. 3 на 3. Надей, я в шоке. Смотрите, куча хипстеров, скорая медицинская помощь. Посмотрите, какая вообще очередь. Просто вообще. Сейчас Слава должен выйти к нам. Типа, привет, да, конечно. О, нормально, подъехали. Что, будете ждать Тиму белорусских? Конечно, у нас Тима приехали. Прямо где-то это очередь безумная. Да, я только что приезжала на машине, и это было ваше. Так нам она сказала, типа, это Юля Пушман, мы такие, типа, где-то, куда они зовут, нужно приходить с вами. Вот, я так решила и приехала. Думаю, что охранялись. Пока. Да, зай. Он говорит, иди прямо по тропиночке, плюшка, я тебя вижу. А, я тоже его вижу. Кто там вышел? Ты откуда вышел? Я оттуда. Там, где рамочки, вон, видишь? Можно с тобой сфоткаться? Тебе можно всех. Ура, ну как? Было классно, только Тима белорусских я не дождался. Ко мне уже подошли и говорят, мы ради него сюда пришли. Ну, понятное дело. Посмотри, какая очередь, а. А я говорю, а, представляете, меня даже не позвали. Они говорят, туда, куда они зовут, надо самим приезжать. Я говорю, я так взяла, решила и приехала. Ну, что там было? Что я пропустила, твою мать? Ты пропустила крутую вечеринку. Какую? Ты холл взял? Да. Где? Я взял тебе. Ты что, одну банку взял? Ты зачем туда ходил? Как я тебя учила? Приходишь, все банки забираешь мешком. Одну? Для тебя специально. Только одна? А, у меня в сумку только одна вместилась. Зай, что за сумка? Мы сейчас поедем тебе сумку огромную покупать. За войску. И вернется на мероприятие. Да, чтоб колы взял. Сейчас, только я плачу парковку, если мы тут больше 20 минут. 20 минут бесплатно? Нет, мы не были тут 20 минут. Кайф, заехали, чисто покрасовались. Вот так нужно уезжать с мероприятий, на которые тебя не звали. Твоя песня появилась в ТикТоке, кстати. Я только в предыдущем блоге сказала, что ТикТок мне надоел. Придется сегодня ТикТоке записывать. Скажи, что мы пропустили? Точнее, куда не позвали нас, куда позвали тебя и что там классного было? Много колы. Ну скажи нормально, расскажи. Много ванильной колы. Это все? Прикольный хаммер красивый, разукрашенный. Палатки с едой вкусные. Что ты ел? Да, я заказал себе бургер с курицей. У меня в сторис было. Посмотрите, если интересно. Если успеете за 24 часа зайти. Успеют, конечно. Так, что еще? Что еще? Много фэнов типа встретил. То есть я в любом случае не зря поехал. Потом познакомился с организатором. Маша Хребко была. Да ладно? Да, Андрей Глазунов. Вот тоже увидели с ним, поэтому... Ну клево. Это реально несправедливость какая-то. Я первая в списке на Кока-Колу ванилу. Я ее в Ашане покупаю по 6 банок. Заразь. У меня дома в холодильнике Кока-Кола ванила стоит. Короче, сейчас мы решим, куда поедем тусоваться. Кстати, ты не дождался Тима белорусских? Но я привезла тебя на другой концерт. Топ, конечно, занимайся. Закончила петь. Она увидела, что ты снимаешься. Она стесняется, что ли? Нет, шоу-бизнес так нельзя. Ты так не зайдешь, если ты очень стеснительный человек. Нужно быть раскрепощенным, любить публику. Ладно, раз ты такой раскрепощенный, я хочу, чтобы ты залез на вот этот банарный стол и спел свой самый любимый трек. Я не смогу туда залезть. Сможешь? Нет. Это как карабкаться по ступенькам шоу-бизнеса. Только на этот столб. Залезть на чей-то столб? Не на чей-то, государство. Кебаб-хауз. Нет, спасибо. Это он тебя назвал, он узнал тебя. Тебя же кебаб-хауз зовут. Да, у меня новый трек кебаб-хауз. Привет! 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 Вау, смотрите! Классно. Видит, там прямой эфир, да? Ну нет, это видео просто. Классика в тело вообще. Круто. Она меня кушает! Спасите, помогите! Блин, как тут весело вообще. Я сейчас с дуба рухну. Вау, они знают толк в музыке. Это что, какой-то магазин с конфетами. Я хочу вот этот город. Вот так. Вы не любите меня? Это же челлендж с какашкой! Смотрите, куда идете. Просто молодежь. Чувак идет в телефон, вот так влипает, у нас почти врезается. И слэмит. Ага, чувак идет, слэмит такой, типа... Слэмит? Что значит слэмит? Человек-паук! Человек-паук! Это вообще-то железный человек. Пожара! Среди всех иномарок, ты мое украшение. Я тебе не подарок. У тебя недели рождения! Такой сильный ветер, что у меня слезы текут из глаз. Прикиньте? Опять вы вместе идете? Как мне вас разлучить? Перестань постоянно снимать. Ты перестаешь жить, когда ты снимаешь эти видео. Тебя нет просто в этой жизни. Что? Я начинаю жить, когда я снимаю эти видео. Вот так будешь еще больше снимать эти видео, и все, все у тебя. И парень уйдет, и все. И подруга уйдет. И подруга уйдет. И они вместе уйдут. Ну и ладно, пошли, вы на... А ты что думала, в сказку попала? Вы мне не нужны, у меня есть утюг. И моя аудитория. Фух, наконец-то мы в машине, и это значит, что тут тепло, комфортно. Короче, ребята, мы сейчас приехали куда-то, где Слава будет покупать пианино. Он его уже купил, и сейчас должен выйти с этим пианино. Поэтому, видите, его тут нет. И такое произошло сейчас. Вы сейчас просто офигеете. Минутку. 7 минутчик. Мне подписчики пишут, точнее присылают вот эту сториз. Знаешь, когда у меня пропадает интерес к жизни, я включаю твои влоги и понимаю, что я еще не достиг дана. Я такая сижу в шоке, думаю, какого черта блогер? Которая мне ничего не сделала. Говорит такие гадости про меня. Я сразу себе это репостнула в историю, потому что мои подписчики начали мне это присылать. Говорят, Юля, какой кошмар, посмотри, какой кошмар. Я думаю, да, какой кошмар, что я человеку сделала? Я делаю сториз. Ребята, подскажите, кто это? Спасибо за просмотр, мальчик, потому что он меня выбесил. И он мне записывает голос. Юля, мы это делали для шоу, прости, пожалуйста. Я так не считаю. Я думал, что тебе Даня написал, предупредил тебя об этом. Суть в том, что Даня меня не предупредил и не написал. А я ему пишу такое сообщение. Эй, какого черта вообще? Я уже думала ехать с тобой на стрелку собираться. Так что вот, мы тут уже попереписывались. Я говорю, ты что, офигел? Но в итоге я ему такая говорю, ладно, давай я не буду удалять эту сториз. Типа у нас скандал. Вдруг люди подумают, вау, у них скандал. Я, честно говоря, была уверена, что все, скандал. И мне так было обидно, потому что я такая не понимаю, что значит мои влоги не дно. Ну, короче, вот, оказалось, что это все был розыгрыш. Зато смотри, как хорошо благодаря этому случаю мы с тобой познакомились. Вот так вот обычно и знакомятся влогеры. Ковиде одно. Мне было немножко обидно сначала, но так как это розыгрыш, прикольно. Поэтому я, в принципе, не против таких розыгрышей. Меня это не обижает, если потом этот человек мне пишет, что это был розыгрыш. И потом все узнают, что это был розыгрыш. Поэтому ладно, теперь вы все знаете. Вообще сегодня воскресенье, и сегодня должна забрать свою кофту из химчистки, которую я относила туда дня 4, наверное, назад. Вот, и я надеюсь успеть ее забрать. Не знаю вообще, до с каких они работают. И если я ее сегодня заберу, это будет клево, потому что я увижу ее впервые очень чистой. Она у меня очень старая, но она в хорошем состоянии, просто она типа засявкалась. Ее почистить было пипец как дорого. 2 400 взяли за это. Я вообще... О, идут, идут. Слава такую херовину огромную купил. Я что-то... Не поняла! Куда ее ставить? Я задам лишь один вопрос. Какого черта она такая здоровая херовина? Вот так. Прости, а куда мы ее поставим? В кабинет. Какой? Мой. Где? В моем кабинете. Он классный, тебе понравится. Мне уже не нравится. Посмотри на Надю. Слава, а ты знаешь, что... Надю совсем не нравится. Мне не нравится то, что я уже 2 месяца продаю пианино вот такое же. А, прости. Прости, прости! Просто прости, ты не одешься. Ммм, ладно. Иди верни. Ну вот, мы и дома. Сняла свои сережки модные. Сижу. Первым делом, что я делаю, когда прихожу домой, смотрю, сколько просмотров в реальном времени на моем влоге. Я в шоке. Этот влог предыдущий. Столько просмотров быстро собрал. Типа, даже 12 часов не прошло, мне кажется. Да, наверное, если я в 2 выставила, не прошло. А там уже 120 тысяч просмотров. Вы мои сумасшедшие! Интересно, это из-за названия, потому что название написано «Я беременна». Но на самом деле нет. Конечно же, я просто рассказывала про сон, который мне приснился, что я беременна. Кстати, зайдите в мой инстаграм и посмотрите, какую милую фоточку мы сегодня сделали со Славой на Арбате. А еще мне кто-то в инстаграм директ прислал вот такую картинку. Я дико ржала. Смотрите, это же про нас с Фивочкой. Сейчас Слава пошел вниз в машину, носит всякие штучки, арпианино, которые он купил. Я в шоке. Просто девочки, девочки, не связывайтесь с музыкантами. Не надо! Они домой тащат всякие синтезаторы, гитары, туда-сюда. Потом у него по плану всю комнату обить специальными штучками, звукоизоляцию сделать. Вот. А я забрала свою кофточку из химчистки. По деньгам вышло пипец как дорого. Я была в шоке. Но она, типа, сложная. И там была какая-то сухая чистка. Она стала чище. Но, честно говоря, я думала, она будет выглядеть вообще огонь восхитительно. Она как-то выглядит просто. Ну, не знаю. Надо будет померить, потом посмотреть. Вот сейчас Слава заносит такие штуковины. Он сегодня встал в 9.30. При том, что лег пипец как поздно. Он сегодня с дачи приехал в Москву. Ехал он очень долго. Потому что, да, сейчас все дела. Знаете, чем питаются блогеры? Доширак. На самом деле, я его так давно не ела. Мне кажется, год. Но я, честно, не фанат Доширака. Я потом... И знаете, когда я была маленькая, я была диким фанатом Доширака. Просто я хотела бы жрать каждый день. Это мне казалось таким вкусным, таким вообще восхитительным. А сейчас, когда я ем Доширак, я его ем. И потом думаю, фу, какая гадость. Типа, знаете, когда мама или бабушка пробуют у тебя чипсы, говорят, фу, какая гадость, но все равно едят. Вот это из того же разряда. Я ем Доширак, и я понимаю, фу, какая гадость. Мне что-то котлеты, пюре там, ну, не знаю. Вот. А моя бабушка, знаете, что она делала? Я ей говорю, бабуля, я хочу Доширак. А она брала просто лапшу из Доширака и делала мне суп. Ну, типа, она меня таким образом обманывала. Она мне как бы говорила, вот Доширак. То есть, она просто лапшу брала из Доширака. Прикиньте? Конечно же, я знала, что меня она обманывает. Я ей постоянно говорила, что это не Доширак. Она говорит, Доширак, Доширак, это Доширак. А еще у нас тут стоит мусор, которым мы уже лет сто. Сейчас надо его выкинуть. Ну, так падло, да? Хочу его или нет? Ну, что, кто тебе помог? Сосед. Наш? Из соседнего дома. Да ладно, а ты его на улице подловил? Да, в магазина, там, где все бухают. А, и что ты ему сказал? Я говорю, это брат, помогай. Так и сказал ему? Я говорю, ну денежку заплачу тебе. А он что? Говорит, мне не надо денег. Он говорит, я тебе как соседу помогу. Главное, только ты меня не обмани. Я говорю, в смысле, не обгони. Я говорю, в смысле, не гонила сидеть. Я говорю, в смысле, не обмани. Ну, типа, там, может, ты меня ограбить хочешь, говорит. У тебя прям на лице видно, что ты хочешь кого-то ограбить и шлепнуть за углом. Мама, рассказывай. Сижу я такая с дедушкой, болтаю, и вижу, каких-то два пацана заходят. Причем одного-то я знаю, мой парень. А другой был пацан какой-то, мне неизвестно. Хороший парень, кстати, на медкурсе учится на шестом. Ни хрена себе, вы долго с ним поднимали. Да, пока поднимали, я с ним поболтал. Поздоровался. Ну, давай, рассказывай. Что рассказывай? Посмотри на эту красавицу, на эту просто зверя. Дикий зверь. О, ну-ка, сними. Он, правда, мы его еще не поставили просто. Ну, типа, не очень просто смотрится, зай. Ну, типа... Да забей! Понятно, что он только мы его привезли, он разобранный и все такое. Зато у нас есть новая наволочка. Не показывай ее! Ладно. Смотрите, на Виву она в шоке. Ты какашки снимаешь? А, да, точно. Дурак! Заблюрим. Прекрасно и далеко. Ладно, на самом деле я умею вот что. Когда я училась в музыкальной школе, не было таких ногтей, конечно же. Мы всегда, когда приходили в школу, и перед тем, как зайти в столовую, нужно было показать свои ногти, чтобы нет грязи под ногтями. Прикиньте! И то, что они нас всегда заставляли их очень коротко стричь. Это такое вообще отстой. Это то, что я знаю. Подожди, мама меня учила. Да? Это то, что я знаю. А так это об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, люблю вас безумно, целую, обнимаю, вообще ждите следующий влог, следующий день, смотрите предыдущие дни обязательно, оставляйте комментарии, потому что я все читаю, все лайкаю, и мне будет очень приятно, правда, вот даже сейчас. Посмотрите, я сижу, и я читаю ваши комментарии, мои хорошие, и ставлю вам лайки. Поэтому обязательно, обязательно. Что? Встал на весы? Сатана! Сабрина, маленькая сучка! Да мы с тобой вообще, вы понимаете, что значит, что мы пары и чувствуем друг друга, я сегодня тоже взвешивалась. Короче, всем пока, люблю, целую, обнимаю, все, давайте.